Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. В приоритете школьное образование. Сразу два учебных заведения торжественно открыты. Участие в больших мероприятиях приняло большое количество официальных гостей. Под облаками молока. Крупнейший в Европе молочный фестиваль порадовал горожан изобилием красок и вкусов. Немного яркости и красок в большую кампанию. Областной фестиваль провели специалисты жилищно-коммунального хозяйства в преддверии тысячелетия Бреста. Об этом и не только. Прямо сейчас. Для системы образования Бреста минувшая неделя выдалась по-настоящему насыщенной. Сразу два новых учебных заведения появились на карте областного центра. Объекты входят в план подготовки города к тысячелетию. Кроме того, на текущей неделе особенно активно шло обсуждение перспектив системы образования. Об этом шел разговор на расширенной педагогической конференции, участие в которой приняли самые успешные педагоги города, о чьих результатах знают не только в области, но и за ее пределами. Какие задачи ставят перед собой в учреждениях образования сегодня и как будет происходить взаимодействие между образовательными площадками. Об этом и не только. Подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Традиционная городская августовская педагогическая конференция собрала на текущей неделе во Дворце культуры профсоюзов руководители учреждений образования областного центра, учителей, представителей вертикали власти. В центре внимания тема повышения качества обучения, изучения передовых методик работы с одаренными детьми на основе зарубежного и отечественного опыта. В этом году августовская конференция – расширенное итоговое мероприятие. Ему предшествовала работа учителей-предметников и представителей администрации в отдельных секциях. Подобные расширенные мероприятия – это шанс верить часы, как двигаться дальше и какие темы нужно взять на карандаш, чтобы сделать систему образования города более гибкой, мобильной и разнопрофильной. Наша задача – обеспечить или выполнить те задачи, которые поставило перед нами Министерство образования по обеспечению качества образования на всех его уровнях. Будь это дошкольное образование, будь это начальное, школа средняя, школа или старшая. Как и ранее, это успешное выступление на Олимпиадах различного уровня, научно-практических конференциях, творческих конкурсах. Это успешная сдача централизованного тестирования. Я называл эти моменты потому, что по ним, в том числе Министерство образования оценивает нашу деятельность. Современная школа, средняя школа должна соответствовать требованиям времени, должна соответствовать уровню города Бреста, серьезного, города областного и соответственно уровня соответствующего педагогического мастерства. А то, что мы подготовили неплохо учебно-материальную базу к новому учебному году, то, что мы одномоментно открываем сразу два учебных заведения, это вообще редкость такая большая, говорит о том, что приоритет на системе образования будет продолжаться и дальше. Участвуя в большой педагогической конференции, Александр Рогачук в первую очередь поблагодарил педагогов за высокие результаты. Отрадно, что ребята из нашего города не раз становились участниками-призерами областных, республиканских и международных мероприятий. Всего в новом учебном году за парт в городе сядут более 41 тысячи детей, из которых порядка 5000 первоклассники. Этот знаменательный момент произошел в 2019-2020 учебном году и в семье Грицук. Маленький Леша теперь первоклассник учебно-педагогического комплекса номер 11. Не меньше малыша переживают в этот день и его родители. Ребенка сегодня везем в первый класс, и папа тоже идет в первый класс с ребенком вместе. Будем учиться вместе, да, сэр? Мы живем здесь предельно очень близко, три минуты ходьбы, это очень хорошо, очень удобно, и тем более новая школа. Учебно-педагогический комплекс, если сад начальной школы номер 11, новый объект на карте города, возведенный к его тысячелетию. Появился он в новом микрорайоне вдоль Грибного канала. Участие в открытии нового учебного заведения приняли представители вертикали власти города и области. Прекрасный микрорайон, он и дальше будет развиваться. Значит, мы планируем в дальнейшем и медицинские учреждения, чтобы они были в этом микрорайоне. Хотя станция скорой помощи недалеко здесь, вы знаете, мы открыли в прошлом году. Поэтому город развивается, микрорайон развивается, создаются условия, значит, для жизни, комфортной жизни наших людей. Более полутысячи малышей станут первыми воспитанниками нового учебно-педагогического комплекса. Но главные участники этого праздника, конечно же, первоклассники. Их ожидало личное общение с руководителем области, который выручил малышам от имени президента их первые книги и поздравил с важным событием в их жизни. Созданные в учреждении образования условия должны стать хорошей базой для воспитания талантливых, спортивных, творческих ребят. Переболеть немножко надо, какой-то вот момент, такое становление будет и ставить уже более серьезные задачи, чтобы, конечно, здоровье подрастающего поколения на первом месте, безопасность, ну и умственное, нравственное воспитание в сочетании с физическим. Самая большая школа региона теперь тоже в Бресте. Участие в ее открытии приняли официальные лица, родители, учащийся педагогический коллектив. Событие волнительное и одновременно ответственное. Мы открываем самую крупную, по размерам, большую школу в Брестской области. Я думаю, что она одна из самых больших в нашей республике. Может быть, где-то в городе Минске есть покрупнее школы. Это говорит о том, что наше государство, правительство, местные органы власти многое внимания уделяют в социальной сфере, развитию образования в нашей стране и тому свидетельство вот эта школа, в которую вложено немало средств, более 30 миллионов рублей. Наличие именно вот этого всего современного оборудования, плюс вся школа информатизирована. То, что сейчас требуется у нас в государстве. В каждом кабинете имеется либо телевизор, либо имеется проектор. На рабочем столе учителя компьютер стоит. То есть, те требования, которые предъявляются к современному учителю, это ведение электронных журналов и электронных дневников, полностью обеспечены. Построена крупнейшая в регионе школа за два года. Почти 2000 ребят сядут за парты здесь в новом учебном году. Больше всех первоклассников. Здесь можно встретить даже первый Т. Школа состоит из двух блоков. Один для младших школьников, второй для учеников 5-11 классов. У каждого корпуса отдельный вход. Большое внимание уделено оснащению учебного заведения. Каждый кабинет имеет свою интерактивную зону. Особое внимание уделено помещению для трудового обучения. Есть комната психологической разгрузки. Ну и, конечно же, спортивное ядро. Футбольные и волейбольные площадки, небольшая ледовая арена, которую можно использовать летом как площадку для занятий на роликовых коньках. Ребята безумно рады такому подарку, современному и, что немаловажно, расположенному в шаговой доступности от дома. Здесь мне все очень нравится. Здорово. Все новое. Новые кабинеты. Я никогда не встречала кабинеты специальные для прослушивания аудирования на английском языке. Вот. Ну, все устраивает. Все здорово. Ребята классные. Все очень красиво. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Оставить свое имя в истории. Удостоверение почетного гражданина города в торжественной обстановке вручили художнику-эмальеру, воссоздавшему крест Ефросиньи Полоцкой Николаю Кузьмичу. Решение о присвоении нового звания было принято на внеочередной сессии городского совета депутатов 16 августа. А сама церемония награждения состоялась на текущей неделе в Брестском горесполкоме. Наши корреспонденты присоединились к поздравлениям в адрес 31-го почетного гражданина Бреста. А также понаблюдали за тем, как работает самый известный ювелир города. Основную и, пожалуй, самую любимую часть своего времени Николай Петрович Кузьмич проводит в своей мастерской небольшой и такой уютной художественной галереи Византы, что на Площади Свободы. На присутствие нашей съемочной группы внимание особо не обращает. Сосредоточен о чем-то очень миниатюрном. Сегодня он мастерит маленькие значки Брест. Помогает в работе главный единомышленник. И здесь бок о бок мастер трудится вместе с сыном Петром, который пошел по стопам отца, окончив Академию искусства Беларуси. С лет восьми я уже наблюдал, как он занимался эмалью, металлом. Когда он крест восстанавливал в Красине Полоцкой, я был маленький. На моих глазах это все дело происходило. Я там пил гайки, ломал что-то, шурупы, мебель, стулья пилил. Ну и как бы я на этом рос. Он много сделал для своей страны, своими руками. И как художник сам к этому шел. Николай Петрович Кузьмич внес значительный вклад в современное искусство страны. Он автор реконструкции Национальной святыни Беларуси Креста Евросини Полоцкой. Его творчество отмечено многочисленными званиями и наградами. Заслуженный деятель искусств, лауреат премии президента был награжден орденом Франциска Скорины. Мастер считает, что присвоение звания почетного гражданина Бреста в канун тысячелетия присуждается не ему лично, а принадлежит городской сфере культуры. Создал крест Ифросини Полоцкой, раку Ифросини Полоцкой. Это труд всей жизни, который, так сказать, может и не вкладывается в 7-минутные понятия. Для этого надо прожить жизнь, пройти по шажкам и обрести мастерство. Это звание не мне, а всем тем людям, которые шли по жизни еще в далекие те времена. Удостоверение почетного гражданина Бреста деятелю искусства вручил председатель грузполкома Александр Рогачук. Ленту почетного гражданина повязал председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский. Всего в Бресте 30 человек были удостоены звания почетного гражданина города. Среди них Петр Гаврилов, Юлия Нестеренко, Петр Климок, Андрей Кижеватов, Михаил Иоффе. Это люди, имеющие всеобщее уважение. Люди, сделавшие для города многое. Вообще звание было определено как институт звания в 67 году, то есть достаточно долго. И то, что это только лишь 30 человек, говорит о высокой планке, которому надо соответствовать, чтобы получить вот этот высокий статус. Мы чрезвычайно, скрупулезно отнеслись к этому вопросу в контексте подготовки к тысячелетию. Проводили и изучение общественного мнения, опрашивали наши городские все институты и, в принципе, вышли пока на 3-4 кандидатуры, которые находятся в различной стадии обсуждения. Это очень достойные люди. Это люди, которые зарекомендовали себя в бизнесе, в строительстве, в общественной жизни, в культурной жизни. Но кандидатура Николая Петровича, наверное, уникальна тем, что 100% людей поддержали именно вот эту кандидатуру. Поэтому мы идем немножечко таким форс-мажорным вариантом, чтобы к тысячелетию наш город получил 31-го почетного гражданина. И город получил 31-го почетного гражданина, чья трудовая биография является самым лучшим подтверждением верности избранной профессии и любви к своей малой и большой родине. Это уникальный человек, это очень яркий человек, человек своим талантом, прославляющий наш город, человек, который нашел очень интересную нишу для бизнеса, как форму реализации своего таланта. И я очень счастлив, что в преддверии основных мероприятий по тысячелетию сегодня этот уважаемый человек получит такой высокий статус. Много работает, качественно работает, мастерски работает. И мне кажется, что рукам, золотым рукам Николаю Петровичу еще есть очень много дел, которые он сделает на благо нашего города, на благо жителей нашей республики. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. 30 лет в сентябре нынешнего года исполняется со дня подписания договора об установлении партнерских связей Бреста с немецкими городами Равенсбург и Вайенгарта. Именно поэтому женская делегация из Германии приехала с официальным визитом на Брещену. На днях делегаты побывали в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Для них была проведена обзорная экскурсия по городу. Кроме того, на текущей неделе в Брестском госполкоме гостей принимал председатель городского совета депутатов Николай Красовский. Насколько предметным получился диалог о дальнейшем взаимодействии сторон, подробности встречи в сюжете Юлии Селюк. Соглашение о сотрудничестве между Брестом и немецкими городами Равенсбург и Вайенгарден было подписано давно. Позже к официальному договору о партнерстве присоединились и представительницы прекрасной половины. В этом году исполняется 27 лет с момента начала обмена женскими делегациями. Накануне немецкая группа приехала на Брещену с официальным визитом, отдельный пункт и насыщенного графика отведен встречи с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским. Руководитель корпуса выразил уверенность, что это сотрудничество станет еще одной ступенькой на пути к плодотворному взаимодействию. Народ дружит, дружит с семьями, дружат женщины, дружат мужчины, дружат такие общественные организации, как Красный Крест, немецкий, наш Красный Крест. Ездят в гости дети в семьи, обмениваются делегациями в плане культурной программы, взаимные визиты. Это, наверное, тот пример для подражания, где можно было бы пожелать таких же отношений всем нашим городам-побратимам с нашим городом Брестом. К слову, за время сотрудничества помимо официальных визитов были реализованы совместные программы в сфере образования, спорта, медицины. Безусловно, самыми эффективными показателями партнерских связей служит и дружба между жительницами Бреста и немецких городов. Яркий пример народной дипломатии. Я приехала в Брест в первый раз. Не ожидала, что меня здесь так хорошо встретят. Эмоции переполняют. Я под большим впечатлением. Те события, которые произошли в течение нескольких дней, просто удивительны. Отдельное спасибо семье, которая меня опекает. Я приезжаю в Брест около 20 лет. Мне очень нравится этот город. Мне нравится смотреть и сравнивать, как он меняется в лучшую сторону. Я чувствую себя здесь, как дома. В обмене делегациями за годы сотрудничества приняли участие сотни женщин. Конечно, реализовывать серьезные проекты – задача первоочередная, но не меньшую важность имеет и личное общение, которое сплачивает и духовно обогащает. Изначально мы в своем таком движении, в наших обменах, мы не ставили никаких глобальных целей. Женщинам хотелось отдохнуть, сменить обстановку, узнать что-то новое, познакомиться с культурой, познакомиться с историей другой страны. Тем более вспомнить, это был 92-й год, только-только открылся железный занавес. Это была почти единственная возможность приехать на Запад. А пожить в семье и узнать эту страну изнутри – это вообще было на грани фантастики. Я думаю, что и не поменялись эти цены. Мы заслуживаем женщины того, чтобы одну неделю в году оторваться от своих семей, от дома, от детей, внуков и поехать в гости к подругам. Представительницы немецкой делегации высоко оценили масштаб проведенных в Бресте строительных и ремонтных работ. По их мнению, «Миллениум» город встретит достойно. В ответ на это руководитель депутатского корпуса пригласил народных дипломатов на торжества, которые пройдут в областном центре с 6 по 8 сентября. Облака молока Виталийн от Бреста. Крупнейший в Европе фестиваль молока состоялся в областном центре. В четвертый раз парк мира превратился в самую настоящую территорию семейного счастья. Праздник устроил для брещан лидер молочного рынка Беларуси компания «Савушкин продукт». Казалось, что в момент проведения фестиваля в городе остались единицы. Таким масштабным, ярким и поистине уникальным было мероприятие. Буквально целый день на самой красочной и вкусной локации Бреста работала наша съемочная группа. Виктория Нечаева убеждена, фестиваль «Облака молока» – это однозначный повод для гордости. Наверное, точное количество гостей подсчитать организаторам не удастся. На ежегодный четвертый фестиваль «Облака молока», который уже стал брендом Бреста, пришли не сотни, десятки тысяч брещан. Праздник развернулся не только по всей территории парка мира, но и вдоль Ленинградской. И не обошелся без внимания официальных лиц. Обойти все площадки было непросто. Две сцены и пять интерактивных зон. Они разделены и по интересам, и по возрасту. Занимательные, вкусные, познавательные. Хорошо, познавательно. Вот про молочко рассказывают, около цистерны, емкости, что перевозят. Как оно делается, откуда. Спрашивают у деток, знаете ли вы. Детки рассказывают тоже. На каждых пяти квадратных метрах какое-то новое мероприятие. И просто, честно говоря, это поражает. Я говорю, наверное, мы за час не успеем обойти даже все, что здесь есть. Поэтому удивляет, приятно. Все понравилось. Скажите, ну как хозяйке, к продукции «Савушкин продукт» как относитесь? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Покупаем всегда йогурты, мороженое. Мороженое очень вкусное. Мне очень нравится праздник, потому что такая атмосфера, очень все круто. Музыка, дети играют. Я тоже получаю все мороженое, йогурты. Даже можно в Xbox поиграть. И можно даже померить костюмы древние, которые были в 19 веке. И я пришел сюда, чтобы, если честно, покушать мороженое, потому что все дети его любят. Праздник великолепный. Молодцы. Так хорошо организовано все, так весело. И дети во всем участвуют. И столько таких интересных розыгрышей для детей. Очень хорошо. И это те отзывы, ради которых стоило все это затевать. Здесь точно было все, с чем в первую очередь нужно ассоциировать Брест и его крупнейшее предприятие «Савушкин продукт». Взять хотя бы площадку, где можно было подоить корову и выиграть приз. Чтобы сделать это, маленькие непоседы выстраивались в очереди. Животное не настоящее, но молоко дает натуральное. Конечно, сегодня производство молочных продуктов, дело техники. У пространства, где происходила демонстрация роботизированного процесса, гостей было не меньше. Здесь не только предлагали понаблюдать за интересным процессом, но и щедро угощали натуральными продуктами. Также можно было узнать, как устроен настоящий молоковоз. Кстати, приехали оценить фестиваль не только брещане, но и бренд шеф-повара из столицы страны. Дружим с Савушкиным, дружим с этим прекрасным городом и очень рады, что у вас такая активность. Приехали посмотреть производство и наметить какие-то активности на дальнейшее. Да, пройти мимо такого щедрого гостеприимства было трудно. Для гурманов вкусные сюрпризы, для активных – спортивные танцы, фитнес-марафон на свежем воздухе и батлы. Для маленьких непосед – лабиринты, батуты, скалодромы и площадки с играми. А для самых искушенных – самая необычная зона – Брест-Литовск. Здесь можно было не только перевоплотиться в образ человека из Золотого века, сделать фото на память, но и узнать, по каким рецептам изготавливали сыр в 16 веке. Мы изготавливаем сыр. Здесь получается у нас закваска. После этого мы перемещаем продукт, который здесь будет произведен на стол. Он измельчается. Его можно также промыть в теплой, либо в горячей воде, для того, чтобы сыр был более рассыпчатым. Это сыр, который привезли голландские сыроделы, но который, по которому изготавливают сыр до сегодняшнего дня. Рецепт остался тем же. Поменялись только условия. И опять же, вручную никто не мешает, сейчас все это делает машина. Но рецепт тот же. С первых и до последних минут организаторы попытались поиграть на струнах брестской души. И сделать это получилось. Вообще, в этом году многие активности посвящены тысячелетию города. Организаторы предлагали вспомнить свою историю и бережно относиться к богатым традициям родного города. Историческая тематика – это очень колоритно, да и свое всегда ближе и понятнее. Мы работаем для людей. Мы прекрасно понимаем, что все наши продукты, которые мы выпускаем, производятся для маленьких и взрослых жителей Беларуси и жителей зарубежья, 30 стран, кстати, в которые мы поставляем наши продукты. И мы понимаем, что люди будут охотнее покупать ее, если они увидят своими глазами, как же производятся эти продукты. И с какой любовью наши сотрудники его делают. Потому что в каждой баночке, в каждой частичке нашего сыра, кусочки, в каждой капельке нашего йогурта – это труд наших сотрудников. Сложно представить, сколько единиц оборудования сделало этот день. Но самое главное, конечно же, люди в компании «Савушкин продукты» заботятся о своих покупателях не на словах. На деле. Глаза гостей разбегались от изобилия, прилавки ломились от угощений, телефоны переполнялись фотографиями. А присутствие гостей из Минска, кажется, позволило укрепить позиции Бреста как туристического города. Тот пример, который показывает это предприятие, он достоин, во-первых, подражания другими предприятиями, ну и показывает высочайшую планку проведения этого мероприятия. Поэтому это пример государственного частного партнерства, это пример, от которого выиграют все. Спасибо руководству предприятия, спасибо брещанам, которые откликнулись сюда на это мероприятие. Ну и спасибо, конечно, всем, что в городе появляются новые традиции, в городе появляются новые замечательные фестивали, которые являются точкой притяжения, в том числе даже туристов. Приятно, что такой хороший пример является заразительным для других успешных фирм и предприятий. В частности, вот уже начинает наступать немножечко на пятки амбиции нашего Брестского мясокомбината, который 8 числа, в сентябре, попробует что-то такое не повторить, но реализовать в формате «Любовь есть», то есть их такой слоган знаменитый, да, и мы будем стараться, чтобы и дальше появлялись вот такие новые форматные мероприятия, не копирующие, ни в коем случае не копирующие друг друга. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУГ-ТВ. Говорим об актуальном. Еще одна зеленая зона города над БУГом стала богаче. Царство петуний и бархатцев, бегоний и гортензий. Масштабная кампания по благоустройству накануне развернулась в городском саду в рамках Большого областного фестиваля. Участники флористического карнавала, а это предприятие ЖКХ со всего региона, не на словах, а на деле показали, что значит проявлять любовь к родному уголку. Подробности в сюжете Юлия Селюк. Сегодня эти шляхетские костюмы в городском саду не только часть экспозиции для желающих сфотографироваться. Благодаря цветочной инсталляции теперь у брещанных гостей тысячелетнего Бреста есть возможность окунуться в эпоху, которая царила столетия назад. Все благодаря фестивалю цветов. Композицию «Приглашаем на бал» создавали с самого утра. Такое буйство цветов требует немало приложенных усилий. Когда работа нравится, это не труд, это удовольствие. Ну, идея, понимаете, начинаешь делать, ага, а вдруг вот давайте вот это попробуем. Ну, вот методом проб и ошибок, собственно говоря, мы же не закройщики. Ну, в общем и целом, считаю, что получилось у нас очень даже неплохо, учитывая, что это все-таки дело лицетоводы. Это настоящая феерия красок, отмечают создатели композиции «Город десяти столетий». Объемную цветочную эпопею в форме сердца разработали представители коммунального унитарного производственного предприятия ЖКХ города Пинска. Мимо нее невозможно пройти мимо. Она в хорошем смысле удивляет дизайнерским решениям. Готовились мы около одного месяца, цветы мы использовали как многолетние, так и однолетние, для того, чтобы в последующем город Брест уже кое-что смог оставить для себя. Также использовались некоторые инертные материалы, там раморная крошка двух цветов, красная и белая. Всегда интересно, когда можно приехать, посмотреть опыт других коллег своих по озеленению, вот, а в основном даже помочь городу Бресту немножечко приукрасить себя к такому большому празднику. Желтые, красные, белые, сиреневые, бордовые и розовые. Сегодня цветовая палитра городского сада заиграла яркими красками, которые радуют глаз. Около 18 участников, это предприятие ЖКХ со всей области, создали на фестивале цветов не просто стандартные однотипные клумбы. Они воплотили все цветочные фантазии, которые можно только придумать. Здесь каждая работа со своим характером и стилем. Цель – показать то, что все мы любим Брест, и не только жители города Бреста, а жители Брестской области. И каждый, так сказать, работник ЖКХ, представляя ту или иной населенный пункт, будь то Пинск, или Баранович, или Вацевич, или Ганцевич, они не меньше любят Брест, чем Брещане. Поэтому каждый из них преподнес нам вот такой подарок. Я считаю, что замечательный подарок, который останется в Бресте и будет частичкой того населенного пункта, с которым вложили сердце именно в Брест. На вопрос, как сделать город красивее, ответ простой. Посадить яркие, насыщенные, пестрые, экзотические, однотонные, многоиграющие цветочные композиции, которые придадут городу особый шарм и очарование. Впрочем, так, как это сделали участники фестиваля. Теперь городской сад станет еще одной точкой притяжения горожан и гостей, и никто не останется равнодушным при виде оригинальных цветочных украшений. Все дружно откликнулись, все районы, практически все присутствуют на данном фестивале. Показали свое искусство, мастерство, вложили душу, можно сказать, в каждое свое произведение. Я думаю, что городу будет очень хороший подарок. Ландшафтное пространство в городском саду теперь пестрит и переливается разными цветами, излучающими ароматы такого интересного и такого скоротечного лета. Прекрасно, когда проводят вот такие фестивали цветов, посвященные тысячелетию. Почаще надо, конечно, проводить эти фестивали. Цветы очень прекрасные, клумбы тоже прекрасные. Так что душа радуется, что у нас есть такие люди, которые заинтересованы показать людям свое мастерство цвета. Юлия Селюк, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Как часто в последнее время с экранов телевизоров мы слышим про различные проекты по преображению для женщин. Наверное, потому что именно представительницы прекрасной половины искренне мечтают видеть в своем отражении в зеркале яркую и красивую особу. Она словно парит, радуя окружающих звонким смехом и обаянием. Но не всегда это так просто. Особенно, если однажды пришлось лицом к лицу встретиться с тяжелым недугом – онкологией? Как перебороть себя? Как найти силы и не сдаться, когда кажется, что впереди ничего нет? Об этом не понаслышке знают участницы большого фотомарафона «Я люблю жизнь». В Беларуси это первый проект и реализуется он в Бресте. На большом бьюти-девишнике и удивительном преображении побывала и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Сегодня в качестве главного элемента своего амплуа Ирина Ткачук остановилась на прическе. Давно не делала себе красивые воздушные локоны. Сложно даже представить, что в судьбе этой выражительной безумно приятной блондинки были несколько операций. Шесть процедур химиотерапии, серьезное облучение. Да, онкология разделила ее жизнь на до и после, но не поставила в ней точку. Наоборот, заставила мобилизоваться и пересмотреть ценности и приоритеты. Некоторые просто теряются, приготовились, они уже все, ручки свесили, ножки свесили, и все, мы готовимся уже на тот свет. Нет, не надо. Наоборот, движение вперед и строить планы, и стремиться, что вот, мне вот день дан для того, чтобы я что-то новое постиг, чтобы я к чему-то стремился. И так думает каждый, кто решился принять участие в большом преображении и фотомарафоне. В этих сильных, очень милых и красивых женщинах есть огонек и желание двигаться дальше. Да, у каждой был свой непростой путь, но главное – не замыкаться, делать все то, что советуют врачи, и верить в новый день. Я очень довольна и еще раз убеждаюсь, что все это не зря. Первые шаги, все это сложно, волнительно, но вижу, что собрались женщины, такие, как у нас микс сложился. Одни очень такие энергичные, жизнерадостные, другие вот как бы чуть слабинка есть, но вот поэтому и микс такой вот, как бы и хотелось, чтобы друг друга тянули. Медики утверждают, 85% людей, у которых выявлена онкология на первой и второй стадии, имеют шанс вернуться после комплексного лечения к полноценной жизни. Но очень важен другой аспект. За собой должен наблюдать и сам человек. Для этого врачи рекомендуют регулярно проходить полноценный профосмотр. Да, в последние годы случаев фиксации онкологии стало больше, но это не говорит о том, что сама проблема становится распространеннее. Это проявление врачебной компетентности. Сегодня онкологи стараются максимально обучать раннему выявлению патологии врачей первого звена. Если те вовремя начнут бить тревогу, излечение пациента пройдет более быстро. У нас сформируется, я считаю, очень правильное направление этого выездной бригады. Недавно акция была в Березе, в Березовском районе. Здесь специалисты всех направлений. То есть и брюшной полости, грудной клетки, таркальной хирурги, головы, шеи, урологи, гинекологи ввели первичный прием, были сформированы группы, которые подозрительные, которые проявляют какие-то жалобы пациента. Они были осмотрены и в совместных случаях направлены сюда, и здесь уже лечатся госпитализированные. Было выявлено очень много первичных пациентов, и очень отрадно именно многие были выявлены в первых-вторых стадиях заболевания. Возможно ли жизнь после онкологии? Возможно. И задача тех, кто смог перенести все это, поддержать тех, кто не нашел рядом с собой надежного плеча. И если публичность фотомарафона пока пугает, значит, надо искать другие формы самореализации. Вместе со специалистами Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города представители учреждения Центра поддержки онкопациентов во имя жизни провели в городе мастер-класс по мыловарению, цель которого – сказать тем, кто болен, ваш диагноз – не приговор, а тем, кто рядом, умейте правильно поддержать своих близких. Вы знаете, я за 25 лет трижды болела онкозаболеванием. У меня болели и умерли от рака мои родители. И это вся моя семья была. И когда ты получаешь поддержку от очень разных людей, ты вдруг совсем по-другому начинаешь ценить эту жизнь и людей, которые рядом. И вот когда это приходит, ты хочешь это объяснить всем, что нужно беречь друг друга, нужно быть и любить человека сегодня, здесь и сейчас, потому что его завтра может не быть. И это очень важно. Столичный некоммерческий проект помощи ищет людей, которые бы взялись за эту миссию в Бресте и дали шанс другим найти силы бороться дальше. Ведь дальше есть будущее, есть жизнь. Это подтверждают и яркие снимки участниц фотомарафона. Познакомиться с историями женщин и посмотреть в их красивые лица смогут и горожане. Авторы проекта «Преображение» обещают организовать выставку и показать ее жителям и гостям Бреста. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50 утром 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54, 63, 67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 1-2 сентября Республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По-прежнему будет преобладать теплая без осадков погода. В ночные и утренние часы слабые туманы. 1 сентября на территории города Бреста распространится антициклон, перемещающийся с территории Украины. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-16, днем воздух прогреется до плюс 30. 2 сентября синоптики прогнозируют также довольно жаркую погоду. Ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 17-19, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова